Доброе утро! Сегодня я проснулся пораньше, решил по-быстрому собраться и выехать, потому что у меня сегодня намечается веселый день. Я сейчас нахожусь в Суратани и мне нужно сейчас доехать до пирса, который находится почти 70 километров, сесть на паром и дойти на этом пароме до острова Панган, потом найти какое-то жилье хотя бы на пару дней, ну и соответственно потом еще найти жилье до конца месяца, то есть на пару недель где-то, чтобы я мог до конца месяца там пожить, потом уже нужно будет решать вопрос с визой. Но сегодня вот день насыщенный должен быть, потому что жилья особо я там не нашел, то есть я смотрел на букинге и что-то там такое, куча хостелов, именно. Но хостелы мне не нужны, я хотел бы все-таки отдельно какую-то комнату гистхауса. Есть немного, но есть попадаются гистхаусы, они там такие в основном без кондиционеров, мне в принципе не особо важно, как там что выглядит в этой комнате или насколько она скромная, но все-таки хотелось бы кондиционер, потому что без него, ну, будет очень тяжко, если будет хорошая жара. Вот так вот, не знаю, в общем, буду что-то искать, попробую может поискать через какие-то группы ВКонтакте, Фейсбуке, ну посмотрим. В общем, что-то буду решать сегодня. Если нет, сниму то, что будет на 1-2 дня, а дальше буду искать уже. В общем, пока что точно не знаю. Все-таки хорошо, когда рано встаешь. и выезжаешь пораньше, и солнце не так лупит, и машин намного меньше. Ну, в городе, конечно, машин все равно было много. Но вот сейчас еду по всяким проселочным дорогам, так вообще почти никого нет. Хорошо, полпути уже проехал, но пирса осталось еще 35 километров где-то. Полет нормальный. Круто, уперся в ремонт дороги вон сзади, там все перекрыто. Говорят, разворачивайся, едь назад. Чудесно. А куда ехать, кто его знает. Ну, назад-то я поеду, а что дальше? Через 50 метров надвертитесь. Вот, так что непонятно сейчас, куда я буду ехать. Куда-то буду ехать. Сейчас найду какую-нибудь дорогу, более-менее, ну такую вменяемую, чтобы было видно, что это дорога, а не тропинка. Поеду по ней просто, а там, я думаю, навигатор что-то предложит. Так, вот здесь идет дорога направо. Вот она мне как раз нравится. Ну, вроде бы дорога. Да. Как-то она непонятно идет куда-то. Сейчас надо в навигаторе, в общем, смотреть. Да, в общем, веселуха. Еду я сейчас вообще непонятно куда. Если даже сейчас получится проехать, как я примерно задумал, то это я кину очень хороший круг. Я вообще рассчитывал попасть на 12-ти часовой паром. И была вероятность, что я могу не успеть. То есть я там в притирку успевал. А теперь с вот этой подставой, с перекопанной дорогой, я уже сто процентов на него не успею. Блин. Это первый раз такое, что тайцы вот так делают прямо через одно место. Обычно я, как попадал на всякие ремонты дорог, мостов, всегда был какой-то прям вот рядышком объезд. Всегда это было продумано как-то, ну реально. А тут поставили какие-то красные эти хреновины, перекопали все и показывают. Не, сюда нельзя. А куда можно? Что? Сделайте объезд. Стрелки поставьте. Всем плевать. Просто вот сюда нельзя. И все. Я тут вот еду, набрел, ну случайно увидел такую банановую рощу. Но в этом нет ничего удивительного. Но я заметил тут желтые бананы, спелые. Обычно они вечно зеленые, висят. Вот. А здесь именно прям вон, они прям отваливаются. Сейчас попробуем. Бананы прям с грядки, так сказать. Там много их, кстати. Желтеньких уже. Что-то их никто не срывает. Они же пропадут. Они вон уже начали. Ну, немножко уже переспелые даже. Ммм. Сладкие. Капец. Вот это вкуснотища. Сейчас пойду еще парочку свистлю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, немножко перекусили. Можно ехать дальше. Мне еще нормально так ехать. Еще 25 километров. У меня из-за этого круга, конечно, пришло. Ну, времени пришлось потерять много. Потерял. Получается, пропустил один паром. Вот. Ну, ничего страшного. Прям там супер-пупер спешить мне тоже не нужно. То есть, ничего от этого страшного не станется. То, что я опоздал. Зато вот на бананчики такие набрёл. А так бы не набрёл. Холодненькая. Ну, что, можно ехать дальше. Тут вот какой-то канал искусственный. Там дальше дамба идёт. Я через неё переехал. Ну, тут стопроцентно рыба есть. У них в каждой луже рыба. Вот. В основном бананы всегда вот такие вот зелёные. Вот сколько я ехал по Таиланду. Всегда вот зелёные висят. Их уже вот такими зелёными уже срывают обычно. И они на прилавках доспевают. Их продают. А тут прям такие спелые. Ладно. Нужно ехать. До пирса осталось совсем немного. Там километров шесть. Вот. И я решил перекусить. Просто случайно увидел кафе. Заехал. Потому что неизвестно сколько я там ещё возле пирса пробуду. Потом ещё идти на паруме идти. 2 или 3 часа или сколько. В общем, неизвестно, когда этот день закончится. Поэтому я решил поесть. Вот. Я уже на пирсе Донсак. И вот билет до Пангана. Вот. И похоже вот то вот ржавое корыто и есть паром, который повезёт нас на Панган. Вот так вот. Пока непонятно. Панораму сделаем. Да не надо. Спасибо. Тут угол широкий. Она хорошо была. Это на Панган? Вот это? Тель что? Ну, вроде оно, да? Отсюда едешь? Загрузился. Тут шумно. Красота. Ну, на яхте. Северкополь в 2005 году. Атол Соломон. Такая мека для туристов. Это закрытая территория. Сейчас в стране не только в кермит надо туда зайти на яхте. Что-то проблема. А я тут в 90-м году нашел на одном атолле пиратский корабль. И мы ходили кино снимать. А кино вышло? Нет. Это только миллионер оплачил аренду яхт. Экселент нашел. Пятый век это нашей эры. Керчи. Керчин со змеем. Открытие в том, что уровень мирового океана был на 1500 метров ниже современного. Это еще не опубликован такой то есть открытие такое приведевал там всяким трансляторам. А вот непонятно. Да. Как будто историческую эпоху. Вот у меня полтора километра русло реки. Бандитная. А мы здесь прораясь на бачискафе. Тоже это наблюдали визуально. Погоди же на такие вот погружались ну полтора километра и что неужели за много лет только мы погружали. У нас аппарат был север 2000 метров уже вот 80 90 в этом году последний раз с академником Шнюковым украинским и каземистой академик Шнюковым погружались здесь с с Продолжение следует...